Всем привет! Каждый раз, садясь утром за руль, мы не знаем, какие сюрпризы готовит нам дорога. Видеорегистраторы и камеры наблюдения ежедневно фиксируют сотни происшествий, курьезов и необъяснимых моментов. Главное, о чем нужно помнить любому водителю, это соблюдение правил дорожного движения и, конечно же, всегда оставаться джентльменом на дороге. В этом видео мы собрали для вас наиболее яркие и неожиданные моменты, многие из которых вы увидите впервые. Не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Приятного вам просмотра! Запись в автосервис – процедура не менее строгая, чем запись в поликлинику. Если ты втиснулся без очереди, то тебе не сдобровать. Правила дорожного движения существуют даже в подземном паркинге, но, к сожалению, и здесь встречаются нарушители. Приобретая гоночный автомобиль, воздержитесь от искушения прокатиться с ветерком, особенно в условиях городского движения. Тот самый случай, когда небольшая проблема превратилась в большую, – лучше в такие дни вообще из дома не выезжать. Гоночный автомобиль – это не только роскошь, но возможность без помощи спичек сделать костер. Кустарник, конечно, жаль. Тот самый случай, когда у тебя нет терпения ждать, пока откроются автоматические ворота. Нервы у этого водителя точно крепче, чем капот его машины. А этот водитель так торопился в аптеку, что решил подъехать прямо к кассе. Дайте что-нибудь из успокоительного. День рождения ребенка, пожалуй, главный праздник для любого родителя. Но после праздника посетить ближайший автосервис все-таки придется. Появился легкий и быстрый способ снять глушитель. Причем, одновременно с бампером. Эта автоледи решила спуститься на своем авто по ступенькам, как кинозвезда на Каннском кинофестивале. Но что-то явно пошло не так. Грузчик всегда должен быть в прекрасной физической форме. Видели ли вы когда-нибудь гоночное авто с прицепом? Да, и такое бывает. Как же повезло этому водителю? Буквально несколько миллиметров отделяли его от депрессии. Один из самых главных советов – закрывать багажник нужно мягче, чем капот дал сбой. Но больше вопросов вызывает поведение этого парня. Он явно завис. Действительно, странная реакция. Вижу цель, не вижу препятствий. Неизвестно, сколько этот водитель толкал перед собой эту бетонную парковочную сферу, но в итоге он снова припарковался. И, видимо, надолго. Как учил дед в детстве – сначала нажми тормоз, а потом делай все остальное. Видимо, герой этого видео эту школу явно не прошел. Зато явно освежился в жаркий денек. На помощь подоспел коллега и точно сказал ему – тормоз надо выжимать сначала. Тормоз! Каждая секунда на дороге важна, а канализационные трубы прорывают систематически. Проесть эта машина на секунду позже – последствия могли бы быть печальными. Наверное, этот парень затасковал по детству. Помните, как мы на великах с разгона врезались в кучу песка? Очередное видео из раздела «Герой парковок». Недоумение вызывает и владелец машины, заблокировавший выезд внедорожнику. И сам водитель внедорожника. Явно куда-то торопится. Все мы помним сюжет фильма «Пункт назначения». И до сих пор подобные случаи вызывают у нас эти ассоциации. Благо, в этот раз без последствий. В линейке автоконцерна «Порше» появилась модель «Хлан». Авторская сборка. Многие функции недоступны, но руль крутится. Не бито, не крашено, ну разве что слегка. Этому водителю сообщили, что его машина заблокирована из-за нарушения условий парковки. Но, по-видимому, его это не сильно беспокоит. И заменить крыло будет проще, чем оплатить штраф. Ну, или два крыла. Я давно предлагал демонтировать этот столбик у нас во дворе. Моё терпение лопнуло. Задача решена. Типичная ошибка неопытных водителей при выезде из гаража – пренебречь зеркалами заднего вида. И, как результат, дополнительные хлопоты. Явно неудачный день для водителя автовоза. Высота моста явно не соответствовала габаритам. И, как результат, два серьёзно повреждённых транспортных средства. Ещё один горе-водитель, который решил припарковаться со второй полосы. Да ещё и без поворотников. Переезд – дело хлопотное. И, конечно, хочется всё перевести за один раз. Невероятно, как всё это можно было разместить на крыше. Но красная тряпка, болтающаяся на холодильнике, явно говорит о том, что водитель знает правила дорожного движения. Добрый день! Вы занимаетесь ремонтом велосипедов? Видимость ноль. Иду по приборам. Спущенные колёса и отсутствие зеркал заднего вида придают этой тачке особую суровость. Эти весёлые ребята решили слегка прокоптиться, но встретили на своём пути неожиданное препятствие. Ещё один начинающий водитель, который не любит терять время на открывание ворот. Это время он потратит на ремонт бампера. Прокатиться с ветерком и шкафом в руках? Почему бы и нет? А этот изобретательный водитель явно знаком с законами физики. Но перевозить груз таким способом крайне небезопасно и несёт угрозу для других водителей. Интересно, а где же тут дырочка? Видела, как мужчина на заправке вставлял шланг где-то здесь. Боулинг-клуб закрыт на карантин? А почему бы не выбить страйк просто так? Логику происходящего на этом видео вообще трудно объяснить. Судя по капоту, водитель въехал в мотоцикл, но решил покинуть место происшествия вместе с уликами. Действительно, тёмная история. Судя по всему, в прейскуранте строительной компании есть пункт «Неожиданная разгрузка». Вы давно мечтали о тонировке, но никак нет на это времени? Эти парни вам затонируют стёкла быстро и бесплатно. Движение на трассе неожиданно остановилось? Авария? Слава богу, нет. Просто утка с утятами переходит дорогу в неположенном месте. А вот так выглядит «Минута славы». Интересно, как далеко ближайшая заправка? Для изобретательного водителя нет ничего невозможного. Особенно, когда нужно куда-то срочно добраться. Как ему в голову пришла эта идея? Остаётся только гадать. Мойка грузовиков – дело утомительное и затратное. Зачем тратить на это время деньги, когда можно сделать вот так? Да, тормоза, конечно, потом стоит проверить. Вы устали от обыденности и вам захотелось чего-то необычного и экстремального? Добро пожаловать на водную вечеринку. Правда, она точно не будет пенной, но гарантированно грязной. Парни явно получают удовольствие от эмоций и драйва. Ранее в этом видео мы говорили о важности соблюдения правил дорожного движения. Этот водитель ими пренебрёг и едва успел переехать рельсы, как за ним промчался поезд. Парень родился в рубашке. Будьте внимательны при переезде железнодорожных путей. А эти трое лихих парней устроили целое светопредставление, хвастаясь огненными возможностями своих глушителей. Парковка в 23 приёма. Видеоинструкция для начинающих. А эта автоледи всё-таки разобралась с тем, куда засовывать пистолет. Но дальнейший алгоритм действий явно дал сбой. Система сложных уравнений, расчётов, тщательно выбранная тактика погрузки, учёт закона физики. Казалось бы, всё было сделано правильно, и этот гигантский кувшин всё-таки уедет целым и невредимым на новое место. Но в конце концов планы рухнули. Вместе с кувшином. Что только не снимают видеорегистраторы. Как думаете, чем закончилась эта ситуация? Напишите своё мнение в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!